Здравствуйте! Вы смотрите программу недели спорта на телеканале Универ ТВ. С вами я и ведущая Диана Латышева. В ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых ярких событиях из мира студенческого спорта. Смотрите в этом выпуске. Спартакиада Здоровья КФУ продолжается. Кто стал лучшим в бадминтоне? В Униксе прошли соревнования по мини-футболу среди сотрудников Казанского федерального. Гость студии Алексей Ливанов. Говорим о ежегодной спартакиаде Здоровья КФУ. В Казанском федеральном продолжается спартакиада Здоровья среди сотрудников университета. Наш корреспондент Максим Жаробоев попывал на соревнованиях по бадминтону и готов поделиться подробностями в следующем сюжете. Первенство среди преподавателей и сотрудников Казанского федерального университета, несмотря на февральские морозы, не перестает радовать болельщиков и участников своим привидением. 5 февраля федералы состязались в мастерстве по игре в бадминтон. Соревнование проходило в рамках спартакиады Здоровья в спортивном комплексе, расположенном на улице Бутлерова 4. В первенстве участвовало 12 команд в двух дисциплинах – одиночные и смешанные парные. Это мое первое соревнование по бадминтону. Как успехи? Как первый раз? Успехи замечательные. Мы, конечно, проиграли, но достойно провели две встречи с нашими соперниками. Соревнование началось в 11 часов и после напряженной борьбы судьи выявили победителей. На первом месте оказался набережный Челнинский институт КФУ. Второе место заняла общеуниверситетская кафедра физ, воспитания и спорта. На третьем был институт математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского. Максим Журовоев, неделя спорта. В минувшие выходные в Униксе прошел седьмой этап спартакиада Здоровья КФУ. В этот раз сотрудники университета померили силами в мини-футболе. Подробнее смотрите в сюжете Евгения Романова. В финальной части турнира за право быть победителем боролись четыре команды. Сборная экономистов, сборная юрфака, сборная преподавателей физкультуры и сборная IT-лицея КФУ. В матче за третье место боролись экономисты и юристы. Обе команды жаждали победы после сыгранных ранее неудачных полуфиналов. Первый мяч был забит спустя пару минут после начала игры. Довлетшин Айрат, игрок команды юристов, положил мяч в дальний угол, не оставив вратарю шансов. Под занавес первой половины игры хозяева забили еще один мяч, его автором стал Рафиков Тахир. После перерыва команда экономистов будто бы обрела второе дыхание. Голы сыпались один за другим. Сначала Измайлов Азор своим мячом укрепил перевес в игре, а потом уже Андрей Воробьев прибавил к своему забитому мячу еще два, доведя счет до разгромного 5-1. Экономисты – заслуженные обладатели бронзовых медалей. Закрывали турнир своей финальной игрой команды сборных преподавателей физкультуры и IT-лицея. Две самые мастеровитые команды турнира с первых минут показали свой настрой на победу. Сначала гости забивают свой мяч с помощью изящной комбинации, его автором стал Баранов Максим. Не проходит и пару минут, как хозяева отвечают своим голом. Его забил Петров Александр, ударив противоход вратарю. После взаимных голов команды пару минут играли в равный футбол, пока гости не начали давить на соперника внезапными постоянными атаками. Оборона преподавателей физкультуры начала постепенно рушиться и пропускать мячи. К концу первого тайма счет был 1-3 в пользу гостей. Во втором тайме гости не собирались останавливаться и продолжали увеличивать перевес в счете. Сначала Камалов Айдар переиграл вратаря и забил четвертый гол, переиграв защитника. А потом уже Баранов Максим оформил хэт-трик, доведя счет до неприличного. Хозяева смогли забить под конец матча гол престижа, но его, очевидно, не хватило, чтобы внести какой-либо интриги в матч. Счет на табло 2-6. Айтишники третий раз подряд берут золотые медали в этом турнире. Евгений Романов, Неделя спорта. И мы продолжаем. И сейчас на студии начальник отдела физкультурно-массовой спортивной работы КФО Алексей Елеванов. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Привет, Диана. В университете продолжается спартакиада здоровья КФО среди сотрудников. Расскажите, как она проходит и по каким видам спорта? Все правильно вы заметили, что у нас проходит. Я бы еще добавил. Спартакиад здоровья 2020 года среди работников КФО вышел на финишную прямую. У нас остался последний вид спартакиада, который завершает. И мы можем подвести итоги. Ну, а если вернуться с самого начала, у нас спартакиада уже прошла по таким видам спорта, как настольный теннис, плавание, шахматам, волейболу, мини-футболу и бильярду. И остался у нас заключительный вид спорта, восьмой вид – это лыжные гонки. В этом году мы впервые проводим на нашей лыжной базе, лыжной базе КФО, которая располагается на территории обсерватории. Мы с удовольствием проведем этот вид спорта в красивом месте впервые. Надеемся, нашим сотрудникам понравится. А те, кто еще не были в районе обсерватории, как раз могут посетить и посмотреть, где же у нас располагается этот замечательный объект. А в каких числах будет проходить заключительный этап? Заключительный вид спорта, согласно приказу, будет проходить 16 февраля. Сбор участников запланирован на 14.00 и 14.30 у нас старт первого участника. И в этот же день мы подведем итоги, выявим победителей в лыжных гонках как у мужчин, так и у женщин. А на данном этапе спорта, вы можете назвать троих лидеров? Если смотреть именно всю спартакиаду, то есть итоговую табличку, то здесь в принципе не секрет. На первом месте и скорее всего станут победителями всей спартакиады, это общая университетская кафедра физического воспитания. В случае только не участия данного подразделения у нас может поменяться победитель. Но кафедра выступает во всех видах спорта, поэтому, думаю, первое место у них никто не отнимет. Если смотреть на других участников, скорее всего, на мой взгляд, второе место у нас закрепится за набережной Черлинским институтом КФУ. На третью строчку у нас претендует несколько подразделений. Это юридический факультет IT-лицея, который впервые в этом году является явным фаворитом для попадания в призовую тройку. И стоит отметить другие подразделения. Это институт математики и механики, дирекция социально-спортивных объектов и институт физики. А какие сложности у вас возникают при организации и проведении спартакиада? Ну, эта спартакиада у нас традиционная. В принципе, эти виды не первый год проводятся. У нас судейские коллеги тщательно подходят к подготовке соревнований самих. Поэтому, в принципе, проблем больших не возникает. Единственное, у нас бывают организационные моменты некоторые. Вот в этом году у нас определилось другое место проведения именно соревнований по лыжным гонкам. Но я думаю, это не трудность, это наоборот нам плюс, так как те участники, которые не имеют своих собственных лыж, организаторы нашего университета предложат им для того, чтобы они приняли участие именно в данном соревновании. Алексей Николаевич, а на ваш взгляд, какое из прошедших соревнований было самым зрелищным? Ну, самое зрелище, наверное, это, в первую очередь, игровой вид спорта, где всегда очень большой накал, всегда большая борьба. Наверное, самый тяжелый и самый интересный вид, это, скорее всего, на мой взгляд, это мини-футбол был. В течение двух дней все команды боролись, боролись за право победителя. Это тяжелый вид, тем более для тех команд, в составе которых имеются возрастные игроки. Но, как говорится, побеждает сильнейший. А в каких числах будут подведены итоги спартакиада и когда состоится торжественное награждение? Ну, на данный момент мы не можем точно сказать. Есть несколько вариантов развития. Организаторы вообще этой спартакиады планируют тщательно подойти к этому вопросу. Подведение итогов среди работников должно быть именно вкрашенной обстановке с привлечением большого количества студентов, преподавателей. Поэтому есть несколько вариантов, но на данный момент пока не готов на это ответить. Но в ближайшее время это будет проясниться. Алексей Николаевич, в ближайшее время стартует одно из самых ярких спортивных событий этого года, чемпионат ССК России. Как я знаю, уже на этой неделе у нас проходит внутривузовский этап. Вы можете рассказать об этом подробнее? Какие у нас виды спорта будут на этой неделе? Все верно. Чемпионат ССК мы с нетерпением ждем. Студенты Казанского федерального института, представители студенческих спортивного клуба давно уже узнали регламент, допуск участников. Некоторые команды и участники уже с прошлого года начали готовиться. На этой неделе мы все-таки стартуем и планируем завершить 15 марта. 15 марта будет грандиозное масштабное мероприятие. Пока не буду раскрывать все секреты. В чемпионате ССК 2019-2020 года студенческий спортивный клуб «Казанский Улбарс» было заявлено участие во всех видах программы, в том числе и пробных турнирах. На данный момент очень оживленно идет заявочная кампания. Можно сказать, что на сегодняшний день мы закрываем заявку по первому виду соревнований. Это по женскому мини-футболу, потому что уже завтра у нас планируем стартовать именно с отборочных игр. И на этой неделе также еще два вида у нас присоединяются. Это выходные в 16 февраля пройдут соревнования по настольному теннису в этом году. Данный вид спорта собрал большее количество участников, чем минувший год. Думаю, нашим спортсменам понравится. Постараемся провести с большим успехом. И стоит, наверное, отметить, что именно в настольном теннисе здесь будут подведены первые победители. Организаторами данного чемпионата приготовлены неплохие призы от наших партнеров. Поэтому ждем наших студентов, наших участников. Для участия в настольном теннисе еще пока заявочная кампания открыта. Так что те студенты, которые еще не успели зарегистрироваться, можно пройти по ссылке ВКонтакте в группе студенческий спортивный клуб, зарегистрироваться. И в воскресенье мы ждем на соревнованиях по настольному теннису, которые пройдут в культурно-спортивном комплексе «Уникс», зал номер 2. Алексей Николаевич, а как вы оцениваете шансы казанских юбарсов в предстоящем чемпионате Альска? Здесь шансы трудно расценить, потому что мы не знаем, какие у нас соперники в этом году. С каждым годом приходят новые игроки, новые спортсмены. Но в любом случае от наших спортсменов, от наших представителей мы ждем всегда высоких результатов. Надеемся, что в этом году какой-то вид все-таки покорится нашим студентам. Пока еще мы, к сожалению, не завоевали ни разу первое место именно в чемпионате. Ну, да, стоит отметить, что мы были победителями фестиваля, но отдельный вид, пока представитель нашего студенческого спортивного клуба не был покорен. Дополнительно стоит отметить, что у нас от нашего студенческого спортивного клуба в финале всероссийского чемпионата в некоторых видах спорта выступали даже несколько команд. Поэтому очень планируем в некоторых видах спорта, что от нашего университета будет принимать участие максимальное количество участников на финале. А вы можете рассказать подробнее о новых видах спорта, которые заявлены на СК чемпионате? Ну, если говорить о новом видах спорта, их это соревнования по женскому мини-футболу, под бентону, легкой атлетике. Но для нашего университета это не новый вид спорта. Мини-футбол в нашем университете уже проводится на протяжении нескольких лет. Есть свой отдельный турнир, кубок университета по мини-футболу. Соревнования по подбентону в нашем университете также проводились и проводятся в разном формате. Это и в рамках спартакиады, и были соревнования всероссийского масштаба. Ну, а соревнования по легкой атлетике у нас проводятся, но они проводятся немножко в другом формате. Формат организаторов чемпионата ССК, он предусматривает соревнования именно в короткой эстафете. Есть небольшие трудности, но есть и некоторые плюсы. Поэтому соревнования очень интересные. Единственное, наверное, может быть не совсем зрелищное, так как эстафета, она короткая, быстрая будет. Но в любом случае для наших студентов и в преддверии спартакиады среди студентов и аспирантов она, в принципе, будет полезна. И каждый институт сможет опробировать свою эстафетную команду для участия потом на внутренней эстафете. Спасибо большое, Алексей Николаевич, что посетили нашу студию. Мы будем с нетерпением следить за внутривузовским этапом чемпионата ССК. Спасибо за приглашение. Вот такими яркими спортивными событиями нас порадовала прошлая неделя. Ну а что же будет дальше, увидим. Вы смотрели программу «Неделя спорта» на телеканале «Универтв». Меня зовут Диана Латышева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова